Этой ночью оккупанты выпустили 7 ракет по Запорожью. Одна из них попала в пятиэтажное здание и полностью разрушила одну секцию. Известно об одном погибшем и пятерых раненых. На месте работают все экстренные службы. Под завалами еще могут быть люди. Сначала взрывы, потом сирены. Когда вы слышали, первых был далековато, наверное. Мы сразу спустились в подвал. На самом деле было трое. И потом пошла серия взрывов. И я просто честно не понимала, что происходит. Я пошла, сидела в комнате, там где окно было. И я просто вижу, как летят осколки. Слава богу, в меня не попало. И я понимаю, что где-то что-то рядом. Ракета попала в детские сады, гимназию. К счастью, вторая не разорвалась. Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, вражеские ракеты также попали в объекты инфраструктуры и высоководные сети. Поэтому в городе могут быть перебои с электричеством. А это уже Николаев. Ночью враг выпустил по городу 10 ракет. Местные жители рассказывают, как это было. Это было начало второго ночи. Это мы насчитали, наверное, последнее, потому что слишком громко было. И слышали звук прилета. Вражеские ракеты попали по территорию университета и складским помещениям. Повреждены жилые дома и линии электропередач. В Николаевской областной военной администрации сообщили, что предварительно обошлось без жертв. У меня за спиной вы можете видеть один из корпусов Национального университета кораблестроительства, в который в очередной раз попала ракета. И снова это была ракета С-300. Обстреляли как жилые районы, так и разные здания коммунальной собственности, государственной собственности и частной собственности. Российские войска обстреляли и Днепропетровскую область. По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, в результате вражеской атаки погибли 4 человека, еще 19 ранены. Окупанты били без разбора, попали по критической инфраструктуре, жилым кварталам, остановкам транспорта. Есть разные разрушения. Без электричества оказались более 80 тысяч жителей Кривого Рога. В Одесской области удалось сбить три ракеты и пять дронов Камикадзе. Люди не пострадали. Зафиксированы три прилета вражеских ракет в Харькове. Там тоже били по критической инфраструктуре. В Харькове остановили метро, чтобы люди пользовались им как укрытием. Агрессор вымещает злобу на мирном населении. Он бьет по инфраструктуре, обеспечивающей жизнедеятельность городов. Мы с вами все это уже проходили. Проходили в феврале и марте, апреле, да и во все время с начала войны. Я уверен, выдержим и сейчас. Тем более, что ПВО сбивает множество ракет, запущенных врагом по Украине. Российская армия атаковала Львовскую область 15 ракетами. Часть удалось сбить украинским силам ПВО. Ракеты прилетели и в сам Львов. В городе и области повреждены объекты критической инфраструктуры. После ударов часть города осталась без света и горячей воды. Враг также ударил по критической инфраструктуре Ивано-Франковской области. Мы весь транспорт зупинили. И вы теперь понимаете, почему. По Украине задается массовых ударов. Ворог выпускает достаточно большую количество ракет. Працюет противоповитерная оборона. Прохание для всех предприятий, для наших закладов, сегодня максимально обмежить офлайн-режим. Взрывы прикремились сегодня в Житомире, а также в Хмельницкой и Сумской областях. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в ликвидации последствий ракетных ударов задействованы более тысячи спасателей и более сотни единиц техники. Еще 7 тысяч спасателей выведены на дежурство.